Буквально на днях начинается сезон взрослого гран-при по фигурному катанию, который мы вместе с вами будем смотреть в полном объеме. Меня зовут Александр Гришин, и это YouTube канал «Красный шарф». Будем стараться делиться различными впечатлениями, звать известных и малоизвестных фигуристов к нам в гости. Ну и, конечно же, обязательно запустим конкурс, лучшие результаты, по итогам которого получат самые выдающиеся призы. Впереди много турниров, которые в том числе пройдут на территории нашей страны. Это Кубок Ростелекома на пятом этапе гран-при, это чемпионат России в Саранске, ну а также чемпионат Европы в Минске, до которого доехать с европейской части России очень даже несложно. Смотрите канал «Красный шарф», подписывайтесь и, конечно, участвуйте в конкурсе. Ну а конкурс начинаем прямо сейчас, прямо с первого этапа гран-при со Скейт Америки. Лин, доводится смотреть сейчас соревнования? Да, я смотрю, конечно, не всех, не так часто, как хотелось бы, но тех ребят, за которых болею, которые мне интересны, я смотрю. Ну, сейчас же начинается серия гран-при среди взрослых, и я бы хотел попросить тебя сделать некий прогноз на Скейт Америка, который начнется буквально через несколько дней. Мы должны кого-то назвать. Кого-то назвать? Ну смотри, давай поедем с девочек. Там будет выступать сейчас Брэдди Теннелл, которая прекрасно откаталась на одном из турниров в Северной Америке, обыграла среди прочих, в том числе, Евгению Медведеву, Соня Самодурова, Полина Цурская. Будет трио прекрасных японских фигуристок. Это Сато Камияхара, Каори Сакамото и Марин Хондо. Луна Хендрикс, Ален Шартран, Ларин Ле Кавалье, из тех, кого я помню на память. Вот на кого бы ты советовала обратить внимание болельщикам и на кого бы, может быть, поставить? Ну, нашим болельщикам я, безусловно, конечно, советую обратить внимание на наших девчонок. Сонечка Самодурова, она, конечно, малышка, и я ее очень люблю, и мы даже общаемся иногда. Но, как мне кажется, пока от нее чего-то требовать каких-то высоких мест рано. Полина Цурская, я знаю, что у нее была и сложная травма, но она, опять же, как мне говорят, в хорошей форме, то есть она готова, и я очень надеюсь, что она покажет хороший результат, то есть вот что касается наших девочек. Остальных, но... Если весну сделать прогноз? Наверное, в тройке, возможно, будет Хонда. Я очень надеюсь, что кто-то из наших девчонок, но, конечно, при чистых прокатах. Безусловно, если катать, если много допускать ошибок, да и у девочек даже если мало их делать, минимально, все равно уже кто-то есть, кто на голову у тебя выше и сильнее. Поэтому, ну, наверное, как-то так, это так максимально приблизительно. Давайте я тогда просто попробую сказать от себя. Мне кажется, что главной претенденткой на победу будет Брэдди Теннелл, поэтому я ничего не утверждаю, просто видя то, что она показывала на турнире серии «Б», и также основные претендентки на попадание на пьедестал подсчета, с моей точки зрения, это Саток Мяхара и Луна Хендрикс. Вот и посмотрим, чей прогноз сыграет. Переходим к прогнозу на одиночников мужчин, которым сейчас несколько сложнее из-за изменившихся правил. Среди тех, кто будет выступать в Эверетте, в Америке, кто тебе кажется самым реальным претендентом на попадание на пьедестал? Ну, как мне кажется, безусловно, победителем может быть Натан Чен. Безусловным или может быть? Безусловным, безусловно. Ну, конечно, мне хочется, потому что я следила за ним весь прошлый сезон, и, как мне кажется, он показал очень хорошие результаты. Но, опять же, я не могу не говорить про наших ребят, да, про Ворнова, про того же Мориса, который уже переквалифицировался и катается совершенно с другой стороны, но все равно он как-то к нам, ну, частичка его все равно остается все-таки и у нас, и у Этери, и так далее. Поэтому мой прогноз, что первым будет Натан Чен, вторым Винсент Жу, и третьим, возможно, Алексей Быченко. Интересный прогноз называл Мориса Сергея Воронова. Ну, извините, зато честно. Я скажу, что, по моему мнению, на первое место основной претендент, это, конечно же, действующий чемпион мира, это Натан Чен. При имеющемся составе есть шансы на попадание в тройку и у Сергея Воронова, возможно, у кого-то из канадцев, и, наверное, даже у Мориса Критвашвили. Ну, как? Хорошо, ладно. Приходим к прогнозу на танцы, там очень сложные имена, всех запомнить решительно невозможно, и, тем не менее, очередной вопрос Линии Федоровой. Кто лучший, наилучший претендент на попадание в тройку призеров на Скейт Америка среди танцоров? Ну, да, скорее всего, победу одержит Мэдисон Хаббл Захари Донахью. На втором месте, возможно, даже Тиффани Загорский с Джонатаном Гурейра. И вот насчет третьего места не уверена, потому что все-таки пары, очень много новых пар, очень много неизвестных мне пар, причем за танцорами, я, честно скажу, не так сильно слежу, как за остальными. Тем интереснее. Да, тем интереснее, поэтому так особо не могу сказать. Вот только насчет первого места, я уверена, что это будет заняться. А Назарова Никитин? Назарова Никитин не очень хорошо показали себя в начале сезона, и, честно, они хорошие ребята, мы с ними дружим, мы с ними общаемся, ну, я, как обычно, со всеми дружу, со всеми общаюсь, поэтому я очень надеюсь, что они достойно себя покажут. То есть, не знаю, насчет первых трех мест, честно, не могу говорить, но я очень хочу, чтобы они показали результат достойных катания. Катаются они хорошо. Ну, и я, в свою очередь, опять же, присоединись. Мне кажется, здесь прогнозировать проще, чем в остальных видах, хотя не берусь утверждать. Тхаббл Донах, наверное, выиграют. За второе и третье место будут бороться Загорский Гурейра и Макнамара Карпент. Ну, и, наконец, вид, который лучше остальных знаком Лине Федоровой, это парное фигурное катание. Прогноз на американский этап. У нас веселая атмосфера. Да, ну, безусловно, я думаю, фаворитами этих соревнований являются Женя с Вовой, Тарасова с Морозовым. Второе место точно может занять Ефимова с Коровиным, потому что я видела, как они выступали уже в этом сезоне, и это довольно неплохо. Точно или может занять? Что? Точно или может занять? Нет, может занять. Конечно, я не берусь прогнозировать со стопроцентной точностью, но фавориты – это Женя с Вовой, второе место, скорее всего, Ефимова с Коровиным, и третье место – это, наверное, Семека с Каверимом. Ну, они же выступают на домашнем льду. Ну что? Ну, хорошо, тогда я поставлю все-таки американцев на вторую строчку, на третью наших Ефимову Коровина. Ну, а Тарасова Морозов – момент истины, и прежде всего для Максима Транькова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова